Главное к этому часу. Из Тюмени в зону специальной военной операции отправилась первая партия мобилизованных ямальцев. В Новом Уренгое открыли проезд имени легендарного газодобытчика Боизодина Ахмедшина. В Восточном появилась двухэтажная детская площадка. На Диковинку приезжают посмотреть со всего города. А теперь подробнее. Из Тюмени в зону специальной военной операции отправилась первая партия мобилизованных ямальцев. Около 500 человек. Три недели бойцы из разных городов Янао проходили подготовку на полигонах Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. На перроне железнодорожного вокзала в перемешку гражданские и военные. Близким дали 20 минут на то, чтобы попрощаться. Для мобилизованных подготовили 11 пассажирских вагонов. Перед отправкой ямальцам передали бронежилеты, каски и другое обмундирование. Отметим, 10 октября в зону СВО выехал спецбатальон «Ермак», состоящий из бойцов Янао, Хмао, Тюменской области и Пермского края. В администрации Нового Уренгоя новый управленец. Первого заместителя главы Департамента культуры Янао Стаса Чернавских назначили заместителем мэра в газовой столице. В его видении сфера культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта. В окружном департаменте чиновник проработал 13 лет. Отметим, что во время честного маршрута стало известно, что замглавы по соцвопросам в администрации Нового Уренгоя лишится части своих полномочий. Их передадут в ведение нового заместителя, назначение которого губернатор Ямала возьмет под свой контроль. Чиновникам и депутатам Янао со следующего года увеличат оклады на 6,1%. Связано это с ростом цен на товары и услуги в стране, сообщается на сайте правительства. Изменения вступят в силу в октябре 2023 года. Увеличатся оклады работников госучреждений, сотрудников, занимающих должности служащих, а также рабочих, имеющих отношение к законодательному собранию округа. Увеличатся и денежное содержание лиц, которые замещают госдолжности и оклады работников транспортного направления. Правительство Янао помогло в ускоренном темпе восстановить в Волновахе один из корпусов разрушенной железнодорожной больницы. Врачи уже начали приемы в теплом здании. Оно оборудовано современной медицинской техникой. До недавнего времени прием больных медики ввели в палатках. В корпусе заменили внутренние и наружные инженерные системы. Здание обрело новые фасады, окна, отделку. На территории частично продолжается благоустройство и полное восстановление остальных корпусов в больнице. В российских школах могут появиться уроки по медподготовке. Вернуть их в учебную программу старшеклассников предложили в Совете Федерации. По мнению одного из сенаторов, школьникам не хватает теоретических знаний из курса ОБЖ. Например, по оказанию первой помощи. Детей на ОБЖ учат только основам в теории. А на практике они ничего сделать не смогут. За 9 месяцев на Ямале построили почти 130 тысяч квадратных метров жилья. Это 80% от запланированного в 2022 году объема. Несмотря на экономически сложное время, Ямал продолжает сохранить высокий темп жилищного строительства. С начала года в округе сдано 34 многоквартирных дома, более чем на 1000 квартир. Еще 413 домов возведено в сфере индивидуального строительства. Ввод новостроек решает, в частности, задача по расселению 1 миллиона квадратных метров аварии до 2025 года. Стройки кипят во всех муниципалитетах. Эксперты отмечают, что рост первичного рынка стабилизирует на Ямале цены на жилье. До конца года планируется ввод домов в Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Куровском районе, Лабытнанге, Салихарде и поселке Тазовский. Один человек скончался, 82 заболели. Такова коронавирусная статистика на Ямале за последние сутки. Длительное время в округе не было летальных исходов от COVID-19. По стране данные суточного мониторинга следующие. 105 смертей, более 15 тысяч случаев заражения. Человека труда славят и ставят в пример. А бывает, что в его честь открывают улицу. Так произошло с легендарным газодобытчиком и первопроходцем, заслуженным работником «Газпромдобычи Ямбург» Байзидином Ахмедшиным. История его 35-летнего труда – это история самого общества. Поэтому в день рождения компании в Новом Уренгое торжественно открыли проезд имени Ахмедшина. В каждом кубометре природного газа, добытым нашим коллективом, имеется частица его щедрой души. Здесь те, кто вместе с Ахмедшиным растил 19 газовых промыслов. И те, кто высоко ценит его профессиональный человеческий вклад. Открытие проезда – инициатива народная. Новоуренгойцы поддержали идею, проголосовав на портале «Живем на севере». Митинг памяти продолжился в Ямбурге. На площади имени Ахмедшина с букетами в руках собрался почти весь поселок, чтобы вручить их легендарному газодобытчику. Правда, уже запечатленному в бронзе. Право открыть монумент предоставили детям Байзидина Сахединовича, которые специально приехали в вахтовый поселок. Мы очень благодарны вам, что столько неравнодушных людей пришли, чтобы помнить его, уважать, ценить труд, которым посвятил всю свою жизнь. В Ямбурге не только увековечили образ Ахмедшина, но и сохранили его рабочее место. Оно с точностью воссоздано в историческом музее общества. Закинутый на кресло пиджак, крошка еще не остывшего чая. Образ того, что он не ушел. Он навсегда остался в истории «Газпромдобыча Ямбург». В северной части города появилась новая детская площадка. Теперь жители других микрорайонов мечтают о такой в своем дворе. Она нетипична и приспособлена к плохой погоде. Здесь все закрыто от ветра и дождя, поэтому дети могут играть спокойно. Игровая зона в Восточном 1.1 официально открылась только на этой неделе и сразу же обзавелась фанатами. Первый раз пришла я буквально позавчера и тут увидела ее и играла на ней. Впечатление было, что, ну, вау, она такая красивая, как ее построили. Я играла всегда на обычных площадках, вот такие, а тут и первый раз, ну, второй. Что больше всего здесь понравилось? Горка и вот этот вот гамак, ну, гамак понравился больше всего. Площадка отличная. И больше всего мне нравится вот тот вот залез на второй этаж. Разработкой проекта детской площадки власти занимались совместно с жителями Восточного. Учли пожелания горожан. Получился игровой комплекс с качелями и элементами веревочного парка. А вокруг скамейки, тренажеры, расширили и парковку. Очень классно выглядит, смотрится. И я так думаю, что для детей это будет вполне классно. Рада за то, что сделали. То, что для нас, для народа делают. Парковочные места. Вы посмотрите, сколько сейчас стало. Раньше этого же была такая большая проблема, а сейчас вообще супер. Благодарим нашего и мэра, и губернатора. Все действительно красиво и хорошо. Некоторые даже решили специально приехать и посмотреть на необычное сооружение. Признаются, что завидуют тем, кто живет на северке. Интересное современное решение. Таких площадок я в городе, по крайней мере, не видела. Узнала я о площадке из сайта ВКонтакте. Было оповещение или объявление о том, что она открывается сегодня. И мы решили приехать. Ну что, здорово? Ого, красивая площадка. Да. Город постоянно преображается. Для этого даже не нужно приглядываться и разыскивать новинки. Зоны отдыха, игровые и спортивные площадки обновляются, либо строятся с нуля одна за другой. Но вауренгойцев просят только об одном – ценить и беречь то, что делается для них. Татьяна Забродина, Андрей Тихонов, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. Кроме детской площадки в микрорайоне «Восточный» в этом году построили и спортивную, около ЗАГСа и детской поликлиники. Не прошло и месяца, как там поорудовали вандалы. Со спортзала вышли, сам тренируюсь в Леон Джиме. Видел, что построили рядом площадку для людей, чтобы занимались спортом. А вчера вечером буквально проходим, но поворовали тросы, поворовали вот эти спортивные диски для тренажеров. То есть уже три тренажера не работают. Как бы город старается, а такие моменты неприятные в городе происходят. Неизвестно, с чем это связано. Хотелось бы, конечно, найти, как-то разобраться с этим моментом, кто это делает. Вандалы, получается. В управлении муниципального хозяйства сообщили, что о поломке им уже известно. В ближайшее время ее устранят. Дети сделать такое не могли. Им железные тросы не по зубам. Но зачем и почему такое вытворяют взрослые, непонятно. Для них же стараются. В Новом Уренгое в год экологии высажено более 500 крупных деревьев. Эксперимент по адаптации взрослых крупномеров начался в прошлом году при финансовой поддержке округа. Растения из Перми и Екатеринбурга прижились. Зеленые и голубые ели украсили общественные территории. Площадку Виадук, микрорайоны Восточный и Мирный, Ленинградский проспект, дворец Спорта Звездный, новую детскую поликлинику, Богоявленский собор, ряд улиц города. Стал зеленее и район Карачаева. Активное участие в озеленении Нового Уренгоя принимают также организации, предприниматели и волонтеры. Голубые ели высадили сотрудники ОМВД. Саженцы выращивались в питомниках в цапропелевом грунте, для того, чтобы они смогли адаптироваться в суровых климатических условиях севера. Высаженные ели укрепляют от ветра. Перед наступлением зимы деревья обрабатывают органоминеральными смесями. Дополнительное питание позволит им пережить холода. В среднем деревья приживаются за два года. Столько за ними будет ухаживать подрядчик. Те, что не адаптируются, заменят по гарантии. Всего в этом году в округе посадили более 20 тысяч деревьев.